Здравствуйте, дорогие хозяюшки! В прошлый раз я готовила тыквенные кабаковые оладушки. А сегодня я хочу показать, как я готовлю оладушки из яблока и тыквы. Мы очищаем одно яблочко и кусочек тыквы. Ну, тут вот сколько не имеет значения. Я вот готовлю на один раз покушать. Вот сколько получится, столько у меня и получится. Все, теперь я беру терку и на крупной терке все это я потру. Ну, сердцевину осторожно в яблоке, чтобы не попала сердцевина, иначе вы пораните горло. Все, берем и натираем на терке крупной. Итак, я потерла и тыкву, и яблоко. Теперь я беру, как всегда, соду. Я взяла половинку, ну, чуть-чуть меньше можно, соды, чайной ложечки, пол чайной ложечки соды. Теперь я все это погашу, перемешаю хорошенечко. Пусть постоит так минутки две-три. Сюда я яйца не кладу. Соль и сахар тоже не кладу, потому что тыква сама по себе сладкая. Соль тоже туда не кладу. Все, сейчас я перемешаю и буду сюда муку добавлять. Главное, нужно перемешать так, чтобы и тыква, и яблоко были равномерны, чтобы не было тыква себе, а яблоко себе. Хорошенечко-хорошенечко вымешиваем, просто ложечкой берем и вот хорошо вымешиваем. Сюда я добавила одну столовую ложку сверху муки. Вот сколько держит муки ложка, столько сюда и будем всыпать муки. Теперь хорошо-хорошо вот так ложкой, просто очень-очень хорошо вымешиваем, чтобы везде мука была. Теперь берем сковородку, наливаем растительное масло и выкладываем столовой ложкой. Просто ложку набираем, выкладываем и потом ложечкой вот так вот по каждому вот так немножечко разровняем, чтобы они были не толстые, а такие вот тоненькие. Обжариваем на одну сторону, а потом другую сторону. Вот из этой порции у меня получилось 7 штучек. Вот, я перевернула на другую сторону. Если масло у вас выкипело, можете немного масла добавить сюда. Еще разочек мы перевернем, чтобы они не были сырые. Так видите, какие они симпатичные, красивенькие, пышненькие. Итак, наши оладушки яблочно-тыквенные готовы. Мы можем кушать вот так, посыпая сахарной пудрой или же со сметанкой. И так, и так вкусно. Когда вы будете снимать, со сковородки будете снимать, вы его укладываете в один слой. Они остынут, тогда будете посыпать. Все. Они очень вкусненькие. Попробуйте, не пожалеете. Все, дорогие мои, на этом я буду с вами прощаться. Всего самого доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будьте все здоровы. До свидания. Пока.